МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О! Здравствуй, Рекси! Как твои дела? Ра-ра-ра! Здравствуй, Кирилл! Есть тут у меня одна проблемка! Записал я ГТА-5 через бандикам, потом просматриваю записанное видео, а в нём нет звука! Что же мне теперь делать? Не переживай, Рекси, я тебе помогу! Здравствуйте, подписчики! Здравствуйте, зрители! С вами я, Кирилл, и мой канал Кирилл Ржевский. Наконец-то! Наконец-то я вернулся к рубрике видеоуроков и продолжаю её с новыми силами. И сегодня мы с вами разберёмся, почему же бандикам не записывает звук игры или скайпа. Я сам с данной проблемой столкнулся и в интернете искал решение, но так толкового решения и не нашёл. Точнее, оно там есть, но мне оно не помогло. Не записывает бандикам звук из-за отсутствия в настройках звука такой поднастройки, которая называется Win7 Sound Wasabi. Она и отвечает у нас за запись звука в игре самой или звука скайпа. И многие пользователи это понимают, что нужна эта поднастройка, но они не могут её вернуть. Её у них попросту нет. Ну что же, сегодня я покажу вам три решения данной проблемы. Два решения. Это обычные решения и одно решение у нас альтернативное. Ну что же, давайте приступим. Собственно, зайдём в сам бандикам. Я, кстати, записываю данное видео с фрапса и вот, собственно, как выглядит данная поднастройка. Во фрапсе она у меня есть. Рекорд Win7 Sound. Ну или она ещё называется Win7 Sound Wasabi. Значит, зайдём в сам бандикам, расширенные, настройка записи для видео и открываем вкладку «Звук». Здесь мы переходим к вкладке «Основное устройство» и именно здесь у нас должна быть поднастройка, которая называется Win7 Sound Wasabi. У меня же она отсутствует и в дополнительном устройстве, и в основном устройстве. И есть, собственно, способ, как её вернуть. Точнее, два способа. Итак, первый способ самый банальный. Это просто найти другую версию и её скачать. Может быть, если вы скачаете другую версию бандикама, то у вас вернётся Win7 Sound Wasabi. Если же вам это не помогло, то мы переходим ко второму способу. И этот способ, он кому-то помогает, кому-то не помогает. Я как раз из числа тех, кому этот способ не помог. Итак, для того, чтобы совершить этот способ, мы закрываем с вами бандикам, нажимаем на него правой кнопкой мыши, нажимаем «Свойства» и нажимаем «Совместимость». Здесь мы нажимаем «Запустить программу в режиме совместимости с Windows 7». Если у вас Windows 7, то нажимайте «Windows 7». Если же у вас Windows XP, то нажимайте «Windows XP пакет обновления 3», потом нажимаете «Применить» кнопочку и нажимаете «Ок». Потом снова запускайте бандикам и смотрите, появилась ли у вас поднастройка Win7 Sound Wasabi. Итак, давайте подождём, пока загрузится. Вот, заходим в «Расширенные», «Настройки записи для видео» и, собственно, ничего не вышло. У меня ничего не появилось. Кому-то данное решение помогло, те могут это видео уже закрывать. Если же вам решение не помогло, то дальше смотрите данное видео. Друзья, покажу вам ещё один способ для решения проблемы с записью звука в бандикаме. Для этого мы с вами переходим во вкладку «Динамики», нажимаем на неё правой кнопкой мыши, нажимаем на вкладку «Записывающие устройства» и здесь у нас появляется столбец. Нажимаем на вкладку «Запись» и здесь у вас будут отключённые устройства. Мы нажимаем по этому столбцу правой кнопкой мыши и нажимаем «Показать отключённые устройства». Среди этих подключённых устройств у вас будет стереомикшер. Он у вас будет отключён, вы должны его включить. Теперь, когда вы включили стереомикшер, мы закрываем данный столбец и переходим в бандикам. Также нажимаем «Расширенные», «Настройки записи для видео» и здесь у нас появляется стереомикшер. Мы нажимаем на него и, собственно, теперь у вас будет записываться звук. И опять же, кому-то это помогает, кому-то это не помогает. Мне же лично данный способ не помог и у меня как звука не было, так и нет. Я, собственно, на это третье альтернативное решение, которое сейчас вам покажу, я на него наткнулся сам. И оно довольно-таки банальное и у вас перед глазами. Собственно, возвращаемся в те же самые «Расширенные» настройки записи для видео и в ту же самую вкладку «Звук». Обязательно здесь ставим запись звука, здесь ставим ваши динамики, то есть ваши колонки, которые у вас у компьютера стоят, или же ваши наушники, там что у вас есть. И, собственно, решение данной проблемы заключается во вкладке «Параллельно сохранять внезжатые звуковые файлы ВОУ». Мы обязательно здесь ставим галочку и считайте, что ваша проблема уже решена. Эта поднастройка отвечает за то, что вместе с видео, когда бандикам запишет ваше видео, то вместе с этим видео еще будет стоять аудиодорожка. И давайте посмотрим, собственно, что это обозначает. Нажимаем «Ок» и заходим в папку, где у вас сохранены записанные видео с бандикам. Итак, вот я заранее записал видео за кадром и, собственно, мы видим, что видео не одно. Внизу еще присутствует аудиодорожка в формате «ВАУ». Итак, мы заходим в видео. Тут я в этом видео запускал музыку и давайте посмотрю, появился ли звук. Вот, собственно, я запускаю музыку, как вы видите на экране, но звука почему-то в ней нет. Он уже должен идти, но звука, как мы видим, так и нет. Но в чем самая суть? Мы закрываем данное видео и заходим в данное аудиодорожку. И вот как раз-таки в данной аудиодорожке у нас и присутствует звук. Ну, слушайте, это звук. То есть, видео звука нету, а аудио звук есть. Вы эти два файла можете соединить с помощью различных программ рендеринга видео, таких как в Sony Vegas, Camtasia Studio и многих других. Так что вот, собственно, и такое альтернативное решение. То есть, Win7Sound в Asapi я так и не вернул. Но я придумал, точнее, не придумал, этот способ уже есть. Альтернативный способ, хочу вам сказать, такой даже способ импровизации. Собственно, вот он и есть. Просто нужно поставить галочку параллельно сохранять нежатые звуковые файлы Well. И у нас появятся два файла, и, собственно, звук у вас будет. Просто потом вы соедините эти два файла в Sony Vegas, и у вас будет полноценное видео со звуком. Так что вот такое, собственно, решение данной проблемы. И оно волновало многих. И, собственно, было много видео по данной проблеме. И, собственно, был только один способ решения данной проблемы. Но половине пользователей он помог, половине пользователей он не помог. То есть, 50 на 50. И поэтому этот альтернативный способ вы можете даже не сомневаться. Он вам поможет на 100%. Это я вам гарантирую. Ну, если, разумеется, у вас стоят здесь колонки. Если у вас тут ничего не стоит, то звука, конечно же, не будет. Итак, надеюсь, я, ребята, вам помог, и вы, собственно говоря, поняли. Поняли, как решить данную проблему с бандикамом. В итоге у нас получилось даже не три, а получается даже четыре способа, чтобы бандикам стал записывать звук. Ну что же, пишите в ваших комментариях, какой из данных способов вам помог. Если же вам так произошло, что вообще никакие способы не помогли, но такого быть, в принципе, это не должно, то пишите мне в комментариях, задавайте вопросы, я по возможности буду стараться вам отвечать. Ну что же, на этом я заканчиваю данное видео. Пишите ваши комментарии, кому что непонятно. Ребята, я буду стараться отвечать. Я не могу постоянно отвечать на комментарии, если вы задаете одни и те же вопросы, на которые уже я отвечал. И если вы их постоянно задаете, то я на них отвечать не буду, потому что я уже до вас, уже многим на такие же вопросы отвечал. Ну что же, ребята, на этом я заканчиваю данное видео. Надеюсь, я вам помог. Кому я помог, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и комментируйте, кому что непонятно. Вот такое вот, собственно, решение. А с вами был Кирилл Ржевский. Удачи вам, ребята, и пока. Увидимся в следующем видеоуроке. Следующий видеоурок я планирую записать уже про саму программу Бандикам. Собственно, как ей пользоваться, какие настройки нужно ставить и все прочее. Ну что же, увидимся, друзья. До свидания. Ра-ра-ра! Спасибо тебе за помощь, Кирилл!